18.3, макронутриенты и фармаконутриенты. Собственно говоря, вы все прекрасно знаете, что наше питание это в основном углеводы, это липиды жирные кислоты, это белки, и здесь указана норма составляющих. Что касается интенсивной терапии, то здесь в игру вступает стресс-метаболизм с развитием гиперметаболизма, гиперкатаболизма, потерей азота, расходом энергии, нарушением иммунного статуса и морфо-функциональными нарушениями структуры желудочно-кишечного тракта, что, собственно говоря, и формирует белково-энергетическую недостаточность и полиорганную недостаточность. Что творится с кишечником? Татьяна Петровна очень подробно сказала, что, в общем-то, стресс на все функции кишечника влияет и, собственно говоря, кишечник выключается из обмена, что, собственно говоря, и формирует, и поддерживает синдром гиперметаболизма, гиперкатаболизма со всеми вытекающими отсюда последствиями. Есть еще один момент, который часто не забывают, это об оксидативном стрессе, не менее важном, чем стресс-метаболизм, с выбросом свободных, мощным выбросом свободных радикалов. Таким образом, основными задачами становятся устранение гиперметаболизма, гиперкатаболизма, обеспечение энергопластических потребностями всеми методами парентерально-энтерального, смешанного парентерально-энтерального питания, вводятся формаконутриенты, как в парентеральное, так и энтеральное питание, разрешение кишечной недостаточности, поддержка функций тканей, профилактика лечения полиорганной недостаточности. Эффективность. Очень важно, что эффективность нутритивной поддержки, она зависит от сбалансированности по составу нутриентов и адекватно должно быть энергетическим и пластическим потребностям. Углеводы. Если пища, то это крахмалы и дисахариды, если парентеральное питание, то это углеводы. Растворы глюкозы. В основном для парентерального питания применяются 30% растворы глюкозы. Дозировка при парентеральном питании не менее 2 грамм, максимально 5-6 грамм, с учётом возможности развития гипергликемии, стрессовой гипергликемии. Жировые жиры. Липиды занимают очень серьёзное место как в парентеральном, так и в энтеральном питании. Это большая группа веществ биологического происхождения, это депоэнергетического материала, это основной энергосубстрат, это долговременный эффективный источник энергии при полном голодании до 7 недель, структура клеточных мембран и предшественник экозоноидов. Липиды делятся на насыщенные, мононенасыщенные, полиненасыщенные, по длине углеродной цепи на короткоцепочные, среднецепочные и длинноцепочные, и плюс ещё жирорастворимые витамины. При стрессе, стресс-метаболизм липидов, это повышенный липолис, увеличение концентрации свободных жирных кислот, нарушение поступления жирных кислот в митохондрии, повышение скорости окисления свободных жиров, повышенная утилизация жирных кислот и снижение активности липопротеин-липаза. В парентеральном питании липиды играют очень большую роль. Во-первых, это компактные носители энергии, затем это структурные элементы клеточных мембран, источники незаменимых жирных кислот, обеспечивают транспорт жирорастворимых витаминов, не оказывают осматического действия, модуляторы иммунных процессов, не вызывают перегрузки системы кровообращения из-за незначительного вводимого объема, потому что вы знаете, что глюкоза 1 грамм 4 килокалории, а жиры 9 килокалорий, поэтому, естественно, сколько вводится жира и сколько глюкозы по объему – существенная разница. Дальше, эссенциальные жирные кислоты – это активность ферментов, транспортные функции, способность образования простагландинов, лейкатриенов и включение липидов снижает осложнение большой глюкозной нагрузки. История жировых эмульсий, в принципе, где-то начинается с 1944 года, но в сущности, 1961-1962 год, когда Арвид Вредленд сделал свою первую жировую эмульсию нормальную, это интралипид, известный до сегодняшнего дня. В 1984 году появились эмульсии средней длины цепочных триглицеридов, в 1996 году эмульсии, состоящие на 80% из оливкового масла и 20% из соевого масла, в 1998 году появились препараты рыбьего жира, в 2000-м структурированные смеси, но они особого распространения не получили, и в 2005 году смешанные препараты, содержащие на основе рыбьего жира. Какие главные стадии метаболизма жировой эмульсии? Первое, гидролиз идёт триглицеридов, потом обмен нейтральных жиров и усвоение частичек ремтант. Вот эти ремтантные частицы, которые, собственно говоря, и усваиваются. На сегодняшний день 4 типа жировых эмульсий на основе длиноцепочных триглицеридов, соотношение оливкового и соевого масла 80-20, среднецепочные и длиноцепочные 50 на 50 и содержащие омега-3 жирные кислоты. Значит, первое, энтролипид, как я уже говорил, была создана в 1962 году знаменитым Арвидом Бредлидом, который, в общем-то, собственно говоря, до сегодняшнего дня во всём мире используется. Следующая появилась жировая эмульсия на основе соевого и оливкового масла 80 на 20, но у нас в России она была только в составе оликлинамели, это жировая эмульсия клинолик, отдельно у нас она в России никогда не применялась. Значит, оливковое масло, собственно говоря, уменьшает свободно радикальное окисление, одна из положительных сторон. Среднецепочные и длинноцепочные триглицериды 50 на 50, преимущество их, что продуцирует меньше циркулирующих триглицеридов и нестерифицированных жирных кислот, высокая скорость гидролиза, темп иламинации, эффективное окисление жиров, предотвращает влечение жировой инфильтрации и бета-окисление среднецепочных жирных кислот печени приводит к образованию кетоновых тел. И то, что на сегодняшний день появилось последнее, это жировые эмульсии, в состав которых, кроме среднецепочных и длинноцепочных триглицеридов, входит рыбий жир до 15% рыбьего жира. Вот таких у нас несколько жировых эмоций. Фармаконутриенты. В целом, фармаконутриенты на сегодняшний день, которые входят в состав парентерального питания, это глютамин, аргинин и омега-3 жирные кислоты. Общие подходы. Поддержание и восстановление барьерной функции кишечника, антиоксидантная защита, коррекция специфических метаболических и иммунологических нарушений, обусловленных активацией медиаторов воспаления. Собственно говоря, омега-3 жирные кислоты – это иммунная система и блокирует продукцию провоспалительных цитокинов. Это, в общем-то, основные преимущества. Здесь и показано, что введение омега-3 блокирует воспаление, в отличие от омега-6, который активизирует воспалительные процессы. Но здесь в омега-6 жирные кислоты входят незаменимые жирные кислоты. И с этим на сегодняшний день подход такой – соотношение омега-3 к омега-6, 1 к 2, 1 к 4. Что касается жиров, то в зависимости, в частности, при респираторном дистресс-синдроме, жировая составляющая увеличивается, а углеводная уменьшается. Связано это с образованием СО2 и потреблением кислорода при увеличении доли углеводов. Ну, а что касается омега-3 жирных кислот в составе питания при синдроме острого лёгочного повреждения и респираторного дистресс-синдрома, то омега-3 жирные кислоты в основном действуют на мембраны и снижают секрецию провоспалительных цитокинов, что, собственно говоря, очень важно при этом состоянии. При энтеральном питании специально имеются созданные смеси типа пульма и аксепа, где содержание углеводов снижено, повышено содержание жиров и введены омега-3 жирные кислоты. Липиды – обязательный компонент парентерального питания. Собственно говоря, все гайдлайнсы об этом говорят, и наши, и зарубежные. Введение фармаконутриентов в различных сочетаниях – это смеси иммунного питания, которые, в общем-то, сейчас достаточно широко применяются при определенных, конечно, состояниях, либо содержат глютамин аргинин, либо полностью глютамин аргинин омега-3 жирные кислоты. Что касается нарушения обмена белков, то, в общем-то, здесь в основном, конечно, катаболизм, но и изменяется соотношение аминокислот, что, собственно говоря, и ведет за собой одно из направлений на применение глютамина. Ну, сегодня уже много говорили о глютамине, поэтому я не вижу смысла серьезно повторяться. Единственное, хотел бы сказать, что баланс глютамина в постагрессивном периоде всегда отрицательный, с чем, собственно говоря, и необходимо введение глютамина, потому что это предиктор летальности снижения содержания глютамина в крови, снижение летальности в зависимости от вводимой суточной дозы глютамина. Естественно, мы получаем обратный эффект. Ну и протекторное действие глютамина – это восстановление петели тонкой кишки за счет экспрессии белков теплового шока. В целом, если посмотреть на все и омега-3, и глютамин, то, собственно говоря, мы нормализуем воспалительный гомеостаз за счет введения этих форматонутриентов. В гайдах везде прописаны глютамин, внутривенно в виде депептида глютамина или депептивена 20%. Что касается формул иммунного питания, то вводится, еще раз повторяю, в виде глютамина в сочетании с аргинином и омега-3 жирными кислотами. Собственно говоря, и последние рекомендации ЕСПН 2017 года. Здесь, собственно говоря, и прописано внутривенное введение глютамина, применение омега-3 жирных кислот и смеси иммунного питания. Что касается формаконутриентной смеси интестамин, здесь наряду с глютамином и антиоксидантами есть еще одна очень важная вещь – это наличие трибутерина. Наличие трибутерина – это восстанавливает моторику кишечника, что чрезвычайно важно, особенно когда мы с вами работаем с кишечной недостаточностью, о чем тоже сегодня говорили. Ну вот вы извините за технические неполадки, поэтому пришлось немножко так в телеграфном стиле все остальное докладывать. Спасибо за внимание.